Добро пожаловать на самый понятный на ютубе плейлист по теме производная. В этих видео я стараюсь объяснить, что такое производная, какими-то простыми словами на пальцах. Не рекомендую то, что вы здесь услышите, рассказывать на каких-нибудь зачетах и экзаменах, но чтобы понять именно тему, это будет, в общем, хороший плейлист. Обязательно смотрите, ставьте лайки. Если вы готовитесь к ЕГЭ, то подписывайтесь на мой телеграм-канал ЕГЭ без боли на 90+. Это полезный, самый полезный телеграм-канал по подготовке к ЕГЭ на 90 плюс баллов. А также посмотрите обязательно информацию о моих курсах по подготовке к ЕГЭ на 90 плюс баллов. Есть, собственно, уже готовый курс по параметрам. Сейчас записываются остальные курсы по сложным задачам. Я занимаюсь только самыми сложными задачами. Это планиметрия, собственно, параметры, стереометрия и теория чисел. В общем, по ним тоже будет пакет курсов. На него сейчас скидка достаточно большая. Смотрите, в общем, всю информацию в моем телеграм-канале. Итак, в этом видео будем говорить о том, что такое предел. Это очень важно, собственно, понять, что такое предел, потому что мы в первом видео сформулировали, да, что производная, собственно, вычисляться будет вот через такой предел. И давайте сейчас попробуем прочувствовать, что такое предел. На самом деле в нормальном повествовании, да, начинают всегда с предела последовательности. То есть задают какую-нибудь последовательность, ну, например, вот такого вот вида. И объясняют сначала, что такое предел последовательности. То есть вот представьте, что у меня есть вот такая вот последовательность чисел, да, где у меня, собственно, n-ты член этой последовательности, n-ты член этой последовательности задается через такую вот формулу. То есть я фактически, чтобы выяснить, чему равно x1, должен вместо n-ты поставить единицу, да, тут получится 4 минус 1, делить на 8 плюс 2, 8, в общем, будет 0,3 и так далее. x2, x3, x4 и так далее. Так вот, задается, собственно, такой вопрос. А какое, к какому числу стремится, стремятся члены этой последовательности, да, при n стремящихся к бесконечности? То есть если n неограниченно увеличивать, то на что будут похожи? И будет ли вообще такое число, к которому, собственно, стремятся члены этой последовательности, на которые будут всегда стремиться быть похожими, это число, к которому будут приближаться, в общем, члены этой последовательности, вот. И чему оно равно это число, если оно существует? Вот, смотрите, чтобы лучше понять это, давайте посмотрим в Google таблицах, да, вот здесь у меня, собственно, таблица, в которой вот у меня есть какой-то n, n у нас меняется, ну, там, неограничено, да, и вот, собственно, 4n-1 на 8n плюс 2. Вот я посчитал для n равного 1, оно равно на 0,3, и давайте эту формулу просто потянем. И мы видим, что у нас, собственно, здесь значение, да, вот это вот выражение, то есть члены этой последовательности увеличиваются, все больше, 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 больше становится, но мы видим, что есть какое-то ограничение сверху, да, то есть больше какого-то числа оно не становится. И если присмотреться, выглядит так, как будто бы оно все стремится к 0,5, да, к 1,2. То есть можно предположить, что, в общем-то, такой предел равен 0,5. Ну, здесь, собственно, интуитивно должно быть понятно, почему так происходит, потому что если я буду очень большое n подставлять, то уже вот минус 1 и плюс 2 не имеют, как бы, влияния на эти числа, то есть влияют, но они совсем не сильно влияют на эти числа. Если подставлять n очень большие, то, например, если подставить тысячу, то будет почти 4 тысячи делить на почти 8 тысяч. Понятно, что это очень близко к 1,2, да? Да, конечно, тут будет не 4 тысячи, а 3 тысячи 599, поэтому я говорю почти. Вот, если подставлять там миллионы, то будет еще меньше разница от 0,5, еще меньше отличаться от 0,5 будет. В общем, в этом суть предела, да, то есть надо представлять, что у нас будет, когда, собственно, мы увеличиваем вот этот вот n, то есть к какому числу стремятся члены, стремятся члены последовательности, да, то есть что, собственно, будет получаться, если у нас n неограниченно увеличивается. Далее нужно вводить такое понятие, как предел функции. Предел функции — это отдельное, да, очень сложное понятие. Я в этом видео сейчас не буду задавать определение, вообще никакое определение предела функции, потому что в нормальном курсе математического анализа, да, вы должны говорить о том, что такое предел функции по каши, по гейна, говорить о том, как они, в общем, чем похожи, чем различаются, вот. И, в общем, там очень много всяких нюансов, мы посмотрим лишь вот несколько примеров. Вот, при первом примере, смотрите, что будет, если у меня x увеличивается, то к чему стремится вот значение такой функции — единица на x? Ну, тут можно, собственно, прикинуть, просто прикинув график, да, вспомнить, что у нас, значит, при увеличении x единица на x стремится прилинуть к оси x, да, то есть к нулю. Можно предположить, что, в общем, вот этот вот предел равен нулю, имея в виду, что чем больше x, тем меньше вот это вот значение единицы на x. То есть понятно, что на чем больше число я делю, тем меньше значение я получаю. Поэтому в пределе я получу ноль, но на самом деле никогда значение этой функции нулю не будет равно, но оно стремится к нулю. В этом вот вся идея, как бы. Это очень часто недостижимое число, то есть я никакой x я не могу подставить, чтобы тут получить прямо ноль, но стремится вот это вот значение, да, к нулю именно. Вот. Здесь, собственно, вот мы говорим о пределе функции. И надо понимать, что предел бывает не только при x стремящемся к бесконечности, да, но и, например, при x стремящемся к какому-то конкретному числу. Например, предел при x стремящемся к 2, вот такой вот функции 2x минус 3. Здесь все очень просто будет. Можно в данном случае просто вместо x подставить 2, да, получится 4 минус 3, а 1 получится. Вот. То есть здесь мы как это себе представляем? Ну, 2x минус 3 можно в целом тоже нарисовать. Это у нас получается вот такая вот функция, да. И что значит, что предел при x стремящемся к 2 равен 1? Это значит, что если вот я к x равному 2 вот так вот буду потихонечку подходить, слева, ну, на самом деле, вот здесь опять же с функцией, да, очень не так-то все просто, как с последовательностью. На самом деле я подхожу не обязательно слева, могу слева-справа подходить. И здесь вообще рассматриваться должна вот такая вот, вот такая вот, ну, говорят, окрестность, на самом деле, точки 2 рассматриваться, да. И мы понимаем, что если я вот такой вот отрезочек, как бы вокруг двойки буду сужать, то вот этот отрезочек тоже будет сужаться, да, и у меня все будет стремиться к значению в точке 2. Вот в чем смысл предела функции. Ну, а здесь можно просто понять это так, что я вот к двойке бесконечно подхожу. Можно, например, подставить. Опять же, давайте это сделаем здесь в таблице. Вот давайте подставлять различные значения х, да. Вот у нас х равно 3, х равно 2,1, 2,1 и так далее. И вот у нас 2х-3 здесь считается. Мы видим, что значение, да, стремится к единице. Оно все меньше, меньше, меньше отличается от единицы. И здесь, собственно, тогда понятно становится, почему предел этот равен единице. Итак, вот этими несколькими пределами, несколькими примерами я хотел сейчас, собственно, создать какое-то ощущение вообще того, что такое предел. Надеюсь, это получилось. Давайте теперь поговорим о том, как предел будет применяться при выводе производных, да, при вычислении производных. Во-первых, надо понимать, что предел нужен для устранения неопределенностей. Вот, неопределенности. И неопределенности бывают нескольких видов. Например, бывает неопределенность вида бесконечность на бесконечность, да. Давайте приведу пример. А, ну, собственно, мы такой пример уже видели. Ну, давайте еще один посмотрим. Предел при х, стремящемся к плюс бесконечности. Например, вот такого вот выражения. 4х квадрат минус 2х плюс 5 делить на 3х квадрат минус х плюс 1, например. Вот, смотрим, что здесь получается. Если я буду неограниченно увеличивать х, то у меня здесь тоже неограниченно увеличивающееся число, и здесь тоже неограниченно увеличивающееся число. То есть это и есть неопределенность вида бесконечности делить на бесконечность, да, я не знаю, что будет, если, собственно, бесконечности поделить на бесконечности. Однако этот предел можно вычислить. Каким образом? Я могу здесь все сократить на x квадрат и получить вот такое вот вражение. 4-2 делить на x плюс 5 делить на x квадрат. Вот, и здесь у нас 3-1 делить на x плюс единица на x квадрат. И вот с помощью такого приема, да, я получил здесь числитель и знаменатель, в которых есть какие-то слагаемые, которые стремятся к нулю. Это все у нас стремится к нулю, это стремится к нулю, это стремится к нулю, и мы видим, что значения имеют фактически вот эти вот 4 и 3, соответственно, ответ 4 третьих. То есть предел тут существует, его можно посчитать, он равен 4 третьих, однако у нас была неопределенность вида бесконечности на бесконечности, да, то есть фактически у нас получается, что мы одну бесконечности делим на другую и получаем 4 третьих. Хотя так на самом деле нельзя говорить, здесь надо вводить так аккуратненько понятие бесконечно малых величин и бесконечно, ну бесконечно в целом величины, в общем, с порядком малости и порядком, в общем, как это говорится-то, в общем, короче, с порядками нужно здесь обращаться. И здесь я не совсем бесконечную бесконечность делю, а вот таким вот трюком, например, это могу посчитать. Вот, это первая неопределенность вида бесконечно-бесконечности, вторая неопределенность, их на самом деле сильно больше, но я вот только такие привожу, да, неопределенность вида 0 на 0, это, собственно, то, чем мы будем заниматься, когда будем вычислять производные, это самое основное, что мы должны уметь делать. Итак, неопределенность вида 0 на 0, она возникает, например, вот для такого предела, 3x квадрат минус 3x, ой, x квадрат минус 3x плюс 2, например, пусть здесь будет, делить на x минус 2. Почему здесь у нас неопределенность вида 0 на 0 возникает? Неправильное все дело, здесь у нас x должен стремиться к 2, вот, почему возникает неопределенность вида 0 на 0? Смотрите, опять же, есть смысл, на самом деле, когда мы считаем пределы, попробуйте просто то число, к которому стремится x, вместо x подставить. Вот здесь у нас x стремился к 2, и мы подставляли x равно 2, да, получали 4 минус 3, действительно получается 1, потому что здесь функция у нас в этой точке непрерывно была, и все нормально. А вот в таком случае, когда у нас неопределенность вида 0 на 0, можно посчитать этот предел, ну, точнее, нельзя посчитать этот предел подстановкой. Если я сейчас буду подставлять 2, то я получу 4 минус 6 плюс 2 делить на 2 минус 2, а это 0 делить на 0. И вот, собственно, я не знаю, что будет, если 0 делить на 0, и вообще, на самом деле, на 0 делить нельзя, что бы вам там ни говорили, то есть, кто-то там в какой-то момент говорил, что типа, вот, вас учили, что на 0 делить нельзя, а на самом деле можно... Нет, на 0 делить никогда нельзя, можно делить на бесконечно малые величины, и тогда уже вопрос, что получится. Вот, но 0 на 0 это неопределенность, я не понимаю, чему это равно, и, собственно, я должен эту неопределенность устранить. Здесь у нас самый банальный случай устранения неопределенности, мы здесь можем просто числитель разложить на множители, и это на самом деле самый такой популярный прием, сделать так, чтобы у нас в множителях, то есть нулевые множители, чтобы у нас сократились, вот что можно сделать. Значит, здесь я числитель раскладываю на множители, вижу x-2 в числителе, x-2 в знаменателе, я понимаю, что даже несмотря на то, что это бесконечно малая величина, да, которая там очень близки к нулю, они между собой равны, поэтому я могу на них сократить, то есть надо понимать, что x не равен 2, и я в данный момент, x стремится к 2, да, он не равен 2, поэтому я здесь поделил числитель и знаменатель на ненулевое какое-то число, вот, и все нормально, поэтому у меня получается предел x-1, а x-1 это уже все, тут очень простая функция, в эту функцию я уже могу x равный 2 просто подставить, соответственно, получится ответ 1, вот, то есть это у нас, итак, неопределенность вида 0 на 0, мы ее устраняем чаще всего за счет того, что получаем такой вот множитель, да, который, собственно, делает нуль в числителе и знаменателе, и его сокращаем, вот, далее, что еще хочу сказать, да, такой момент есть, вот, чтобы понимать вообще, как у нас будет все происходить, когда мы будем считать производную, да, надо обращать внимание на то, по какой переменной берется производная, берется производная, переменная, по которой берется производная, вот, смотрите, например, давайте посмотрим вот на такую, на такой предел, он у нас тоже связан с производной, да, он будет попадаться, когда мы будем считать производную x квадрата, ну хотя мы не будем это отдельно делать, так вот, смотрите, вот такой вот предел, давайте посмотрим, а здесь у нас что получается, здесь получается, что если h равный нулю сразу подставить, то будет x квадрат минус x квадрат делить на 0, да, неопределенность виду 0 на 0, все, не получается так просто посчитать, так вот здесь можно раскрыть скобки, получится x квадрат плюс 2xh плюс h квадрат минус x квадрат делить на h, сократить x квадрат и минус x квадрат и дальше получить вот такую вот историю, предел при h, стремящемся к нулю, 2xh, да, плюс h квадрат делить на h, вот, что здесь надо понимать, надо понимать, что у меня вот этот вот x, это всего лишь какая-то константа, как бы, хотя на самом деле в переменной, в функции это переменная, но в данном случае для этого предела, да, когда у нас предел при h стремящемся к нулю, мы считаем x какой-то константой, поэтому самое главное, обращаем внимание на эту h, мы ее сейчас вынесем за скобки, выносим за скобки, получаем 2x плюс h делить на h, здесь у нас h сокращается и получается теперь уже такая вещь, да, такая функция, в которой я могу h равно нулю просто подставить, получится 2x, обратите внимание, что 2x у меня здесь как бы вообще ни на что не повлияло, оно просто вот туда-сюда болтается, главную роль здесь играет h, поэтому h это, собственно, переменная, по которой берется производная, она тут играет, играет главную роль, и будут такие случаи, когда я вот такую вот функцию буду вообще за знак переменной выносить, например, когда мы будем выводить, выводить производную синуса, да, тригнетрических функций в целом, ну не только та. Так, далее, давайте изучим два таких вот предела, это первый замечательный предел и второй замечательный предел. Без вывода, просто с разжевыванием, скажем так, того, что это такое, первый замечательный предел, это предел вот такого вида, предел при θ, стремящемся к нулю, sin θ делить на θ, да, здесь я специально формулирую кп по переменной, какой-то, которая, не знаю, который более естественно угла обозначает, да, но здесь θ имеется в виду в радианах, естественно. Итак, что у нас здесь будет происходить. Вот, в данном случае, опять же, если от этого равно нулю буду подставлять в числитель и в знаменатель, я получу синус 0, 0, делить на 0, да, у нас получается неопределенность вида 0, делить на 0. Опять же, ее как-то надо устранять, вот, и здесь просто так устранить ее нельзя, поэтому это первый замечательный предел, который, собственно, надо как-то по-другому доказывать. Вот давайте мы, чтобы прочувствовать, как он работает, опять же, рассмотрим такую симуляцию, да, компьютерную, скажем так. Вот у нас х, будем пробегать значение х от единицы до нуля различен, прям до нуля мы не дойдем, вот просто я смотрю 1, 1 десятая, 1 сотая, 1 тысячная, 1 десятитысячная и так далее, да. Вот здесь вычисляется синус х, видим, что синус одного радиана это 0,84 и здесь, собственно, отношение синус одного радиана делить на 1 это 0,84, логично, да. Вот, теперь давайте вычислим все синусы, просто тянем, здесь у нас все вычисляется, давайте мы, чтобы было аккуратнее, сделаем вот так вот, да, ну да, вот как-то даже вот так вот примерно сделаем. Так, а теперь что я вижу? Я вижу, что у меня, ну, кстати, да, я вижу, что все-таки надо чуть больше знаков, да, после запятой, чуть больше, да, ну, здесь, к сожалению, компьютер уже не показывает или, может быть, он считает здесь, но недосчитывает как-то или... Короче, что хочу сказать, видите, здесь уже х и синус х, да, не отличаются, здесь 1 сотый, здесь 1 сотый и много нулей. Я не знаю, если там какое-нибудь еще число... А, ну вот, вот, вот это он округлял все-таки. То есть видим, что здесь 1 сотый, здесь что-то очень близко к 1 сотый, да, и видно, что таки этот... это отношение очень близко к единице, да, видим оно здесь 0,84, 0,99, уже здесь еще больше девяток, еще больше девяток, еще больше девяток, действительно, вот это отношение синус х к х, оно стремится к единице, да. Как это можно еще понять? Давайте прикинем на тригонометрической окружности. Если я, давайте вообще большую тригонометрическую окружность нарисую, если я рассмотрю какой-то малый угол х, да, и, собственно, рассмотрю синус х, то, смотрите, малый угол х у меня будет откладываться каким-то вот таким вот образом, да, от нуля. Соответственно, если я его отложу, то вот он х, а синус х будет откладываться на оси, и вот здесь на малых углах, так как у меня вот окружность расположена таким образом, этот малый угол, да, задает какую-то дугу, вот такую вот, которая по длине не сильно-то отличается от отрезка синус х, то есть у нас здесь практически такая вот вертикальная дуга, да, и здесь, собственно, такой же по высоте отрезок, поэтому они очень близки друг к другу, а если я буду еще и меньший угол рассматривать, то будет еще ближе, то есть здесь что имеется в виду? Короче, давайте-ка я все-таки возьму, например, вот такую вот окружность, так, возьму окружность и, собственно, проведу еще касательно к этой окружности. Так, тоже голубенького цвета, и вот, имеется в виду, что если я буду рассматривать такой вот бесконечно малый уголок, вот он, да, бесконечно малый угол, это вот такая вот дуга, вот она, от этой точки до этой точки. Еще раз, вот у нас начало, да, здесь будет, вот она, эта дуга, то эта дуга не сильно отличается от вот такой вот, от вот такого отрезка касательной, который на той же высоте находится, вот, и поэтому, собственно, их отношение равно единице. Вот в чем суть. Мы что-то подобное рассматривали в предыдущем видео, когда говорили о касательной, да, как о чем-то, с помощью чего можно приблизить скорость изменения функции. Итак, в общем, такой предел равен единице. Это первый замечательный предел. Есть еще второй замечательный предел, он совсем связан не с тригонометрией. Так, его тоже важно знать. Второй замечательный предел формулируется следующим образом. Предел при х, стремящемся к бесконечности, опять же, единица плюс 1 делить на х в степени х. Вот, здесь совсем другая история у нас происходит. Во-первых, этот предел равен на числу е. Вот, а здесь много над чем есть поразмыслить. Во-первых, нужно посмотреть, да, почему этот предел действительно существует. Во-вторых, нужно как-то доказывать, что он действительно этому конкретно числу равен. Вот, а что вообще такое число е? Хороший вопрос. Е можно приблизительно записать как, так, 2,7, 1828 два раза, это год рождения Льва Толстого. Вот, то есть это у нас приблизительное значение е. Вот, его называют числом Эйлера. Число е это такая же фундаментальная константа, как число пи. И вот за определение на самом деле и принимают второй замечательный предел. Хотя можно к числу е по-разному приходить. В общем, надо просто понимать, что такой предел есть, и он будет играть большую роль, когда мы будем считать предел, собственно, производно-показательные функции. Что здесь есть смысл поделать, чтобы прочувствовать, да, почему такой предел? Ну вот просто можно посчитать, например, 1 плюс 1 вторая в квадрате, 1 плюс 1 третья в кубе и так далее, и так далее. Если вот такие вот вещи считать, то мы понимаем, что, смотрите, у нас то число, которое мы возводим в степень, да, оно все ближе-ближе-ближе к единице. А единица у нас в любой степени единица. Там, в какую степень не возводить, всегда получим единицу. И, казалось бы, у меня с одной стороны основание играет на уменьшение, да, на понижение играет. То есть я, получается, чем дальше иду, чем больше х рассматриваю, тем меньше основание, и тем меньшее число я возвожу в какую-то степень. Но при этом сама степень, да, растет. То есть я все меньшее число во все большую степень возвожу. У меня тут как бы две противоборствующие силы. С одной стороны я основание уменьшаю постоянно, а с другой стороны степень, в которую я возвожу это основание, постоянно увеличиваю. И вот оказывается, что если так делать шаг за шагом, то мы будем не подходить к единице или не уходить в бесконечность, да, хотя можно было предположить, что одна из этих сил победит. А где-то мы придем к какому-то, не знаю, консенсусу, да, придем к какому-то равновесию. Это равновесие достигается в числе е. И вот это вот число е, собственно, и есть значение, и есть этот предел, да, второй замечательный предел. Вот, мы и будем это использовать, когда будем выводить, собственно, производную показательную функцию. Итак, это то, что касается предела. Опять же, как я сказал, я здесь старался ничего прям вот из строгих вещей не рассказывать, потому что если я тут просто определение предела функции дам, уже, в общем, многие не поймут, и там надо, в общем, разбираться, и прямо разбираться хорошо. Немало времени на это надо тратить. Но если говорить о просто понимании того, что такое предел, об ощущении, да, того, что такое предел, то вот рассмотрение таких примеров, да, должно быть достаточно. Советую еще покопаться, порешать какие-то еще примеры, посмотреть какие-нибудь ошибки, подпускать, и посчитать какие-то пределы, повычислять. Вот, и в конце концов вы поднатореете немножечко вычисление пределов, и когда мы будем выводить производную в следующих видео, уже все будет понятнее. В общем, на этом у меня все. Подписывайтесь на телеграм-канал ЕГЭБСБОЛИН90+. Смотрите курсы по подготовке к ЕГЭН90+, да, по сложным задачам только курсы. Я фокусируюсь только на сложных задачах. Собственно, еще раз, это параметр, планиметрия, стереометрия, теория чисел. Поэтому это лучший курс по задаче с параметром во всем вообще интернете. Можете зайти на сайт, чтобы посмотреть хотя бы почему, какие аргументы я привожу. Понятно, что я тут не могу быть объективным, но мне кажется, там действительно такие объективные причины, почему это лучший курс. В общем, да, подписывайтесь, и добро пожаловать, говорю. До встречи на следующих разборах и видео, как говорят у нас в Мексике. Auf Wiedersehen. Субтитры сделал DimaTorzok